У нас идет полемика, в общем-то, общественность, конечно же, поработает в этом направлении. Пыдаемся возродить и у нас тоже. Арк, она очень красивая, в архитектуре деревянная, совершенно очень симпатичная. И было бы действительно настоящим украшением центра города. Но пока это дается с трудом. Но я думаю, что к столетию гибели царской семьи, я думаю, что у нас что-то получится. И мы увидим этот памятник архитектуры, деревянного зорчества, и он будет решать действительно наш город. Поэтому мне очень близки ваши переживания, ваши проблемы, потому что они очень... Рядом с нами у нас, еще раз повторюсь, конечно же, значительно меньше. Здесь у нас сейчас каждый дом памяти, каждый дом памяти я вчера шел, просто любовался от Телефилов, Телефилов. У нас, конечно же, их очень мало, там, порядка, 18-ти, наверное, остались в живых. Поэтому я вам желаю в этом направлении, конечно же, удачи, потому что таких городов очень мало, очень мало. И хотелось бы, чтобы они оставались и имели свой облик, свой какой-то неповторимый калорит. Поэтому я просто вам желаю удачи и плодотворной работы в этом направлении. Спасибо, Сергей Владимирович. Да, я очень надеюсь, что в совместной работе, в том числе с Общественной палатой Российской Федерации, может быть, даже с городом Хабаровском, в виде каким-то опытом, действительно у нас получится плодотворная работа. Приветственное слово председателю Общественной палаты города Иркутска Ергенчу Кореневу. Ергенч, пожалуйста, кратко, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день коллеги из Общественной Российской Федерации. Я бы, с вашего позволения, от приветственного слова перешел бы к более конкретным вещам, потому что они гораздо важнее, чем приветствия. Мне очень приятно было, что Денис Александрович в своем вступлении сказал скроментальную фразу «Передай объект наследия за один уголь». Мы все время об этом пытаемся говорить в городе Иркутске, и почему-то ничего как-то у нас не получается. Я долго это понять не мог. А почему же во всем мире вот эта схема работает, а у нас как-то она, ну, никак. У нас есть несколько хороших механизмов. В городе Иркутске разработано, это вы знаете, и РП, вот сейчас Иркутске кварталы, и бесценный опыт 130-го квартала. Конечно, мы наработали опыт, скажу вам. Но это немножко другие механизмы. Они, к сожалению, не позволяют, ну, за исключением 130-го квартала, где был зеленый фонарь для инвесторов, где для них было сделано все. Вот мы имеем результаты, мы то, что мы имеем. К сожалению, бюрократия сегодня, она носит характер абсолютно заградительный. Вот до тех пор, пока мы не создадим бюрократию развития, да, вот этого движения, реставрации деревянных памятников, будь то культурного наследия, будь то просто следового, у нас, к сожалению, еще не получится. И мы должны это прекрасно понимать. Ну, я сам инвестор, я вот прошел, мне было интересно просто, я вот просто миллиметр за миллиметр прошел все эти круги ада. Понимаете, у нас проектирование носит какой-то мучительно длинный характер. Дублируют одна инстанция другую, проверяют, один подсматривают за другим. Ёлки зеленые, я, извините, я строил памятник свой, вот так, полгода, да, а бумажки собирал два. Ну, так бывает разве, это же безумие чистой воды. Поэтому, ну, это первый момент. Второй момент, понимаете, это вот реставрация, ну, давайте про памятники, да, на удовольствие это дорогое. Ну, дорогое удовольствие СМР получается там на 30-50% дороже. Тогда вопрос, зачем тут обойдет инвестор? Ну, пардон, нафига ему нужно, если да, ну как? А еще эти спасибо там никто не говорит. А спасибо тоже, вот, хотелось бы поиметь, ну, там, приятное слово, знаете, игрушки, оно приятно. Ну, это, конечно, не самое главное. Самое главное, понимаете, вот именно создание упрощенного порядка доступа инвесторов к возможности реконструкции памятников, наследия, ненаследия, вот я считаю, это все-таки основная задача, которая должна решаться целым рядом абсолютно разных инструментов. Вот я бы посмотрел сейчас резолюцию, я бы, с вашего позволения, уже прямо в реставре. Резолюцию так бы и будет. Федеральную программу было бы здорово разработать программу компенсации в затратах. Да? Ну, сам ремонт. Ну, понятно, если бы мы там платим, да, если это, я не очень там просвещен, там, в законах, да, потому что немножко другим занимаюсь, поэтому, если бы такая программа компенсации была, ну, это уже большой шаг вперед. Первое. Второе. Обязательно федеральным законам нужно правильно регламентировать, но у нас не получается на муниципальном уровне вот эту вот программу, значит, возьми за один рубль. Нужен четкий прописанный регламент, и он будет спускаться по всей России, матушке. Потому что, ну, мы варимся, вот сейчас Марк Григорьевич, конечно, вам расскажет, он вот погружен глубоко в эту тему, что мы пытаемся сделать. Ну, пока вроде мы с администрацией договариваемся, но ситуация-то не спасли. Ну, не спасли. Мы не остановили разрушение этих памятников. Мы сегодня, вот эта практика, да, выбития для культурного наследия, да, чтобы здесь построить многоидажечку такую красивую бетонную, да она сидит вот в головах у застройщиков. Понимаете? Это как здрасте. Причем они как-то с удовольствием докладывают, думают, вы знаете, мы сейчас памятник вот этот уберем, и здесь у нас квартальчик получится. Ну, не ушла там без головы с этим тоже, но мы пытаемся, конечно, с этим бороться. Это тоже требует своей регламентации. Значит, надо систему выведения памятников ужесточать, ставить под общественную контроль. Что еще будет написано? Ну, по большому счету, вот я бы добавил все-таки вот эти тезисы в резолюции стола. Я думаю, если бы мы нашли поддержку на федеральном уровне, и с вашей помощью, конечно, было бы здорово. Ну и спасибо за возможность, конечно, создания ресурсного центра. Это было большое и великое дело. Спасибо. Я немножко поясню, да, по поводу как раз компенсации 73-й федерального закона. Это то, о чем я говорила, что по итогам форума в Султале мы не стали вносить это в нашу резолюцию. Совет Федерации принял решение о том, чтобы выступить с инициативой для Комитета Государственной Думы о том, чтобы внести эту правку в 73-й федеральный закон о возможности компенсации владельцам памятников по произведению, ремонту и реконструкции. Это невероятно важная правка. Еще раз повторяю, мы не стали вносить свою резолюцию, потому что она уже прошла по резолюции форума Совета Федерации. Мы очень надеемся, что действительно она будет услышана, проработана, ну и в какие-то, возможно, кратчайшие сроки, насколько это по регламенту принято. С большим удовольствием предоставляю слово с акторной информацией о уникальности архитектурной Иркутска, о проблемах, возникающих в Союзе хранения. Марк Григорьевич Мирович, председатель общественного совета по пресс-службе по охране объектов культурного института Иркутской области. Еще масса регалий у Марка Григорьевича, например, профессиональный архитектор. Иркутская общественность очень его знает. И Марк Григорьевич, пожалуйста. Спасибо. Микрофончик, да? Хорошо. Любой государственный административный аппарат подвержен опасности окупливания. Он постепенно обрастает инструкциями, регламентами и постепенно, окупливаясь в этих бумагах, утрачивает смысл своей деятельности и перестает реагировать реагировать на внешний сигнал. Именно поэтому 212-й федеральный закон установил правовые нормы общественного контроля над деятельностью государственных органов и предоставил общественности право оценки деятельности органов государственной власти. Вот на этом основании позвольте дать общественную оценку положению дела в области охраны объектов культурного наследия на территории Фульсской области. Я вынужден констатировать, что сегодня сложилась ситуация, при которой главным органом уничтожающим историко-культурное наследие к великому сожалению и, как это ни странно, является служба по охране объекта по историко-культурному наследию. То есть тот самый государственным органом, который обязан стоять преградой на пути выведения зданий из списка внуковых выемных. Потому что на сегодняшний день вот этот статус внуковых выемных объектов играется фактически единственной законодательной защитой от уничтожения. Либо через какое-то время это здание переводится в государственный въезд и приобретает статус, который защищает его значительно жестче, потому что статус федерального, регионального или местного объекта это фактически на всю жизнь. Хотя у нас тоже есть нюансы. Либо он выводится и уничтожается. С формальной точки зрения все стоит совершенно замечательным образом. Служба получает акт историко-культурной экспертизы отрицательных нововведений. Выкладывает его, как это положено на сайте, собирает в течение установленного законодательством срок замечания, они называются предложения общественности, после чего принимает решение. Формально повторяю, все стоит абсолютно законодательно выдержанным образом. Но по сути, по содержанию получается так, что грубо попирается смысл деятельности этого органа. Потому что собственник, заказывающий экспертизу, заказывает ее исключительно с целями выведения памятников, а никак не сохранения. Ищет для этого угодных, податливых, аттестованных экспертов. Если они не находятся в городе Иркутске, то он еще и в других городах. У нас отличились в пространстве выведения экспертов из Красноярска, правда их лишили после этого аттестации. А сейчас у нас вовсю трудится эксперт из Выборга Куваева Юлия Петровна, которая также абсолютно равнодушно относясь и нейтрально к Иркутскому наследию пишет свое отрицательное заключение. После чего это так выкладывается на сайте и общественность, в рядах которых есть специалисты не ниже, а гораздо выше по уровню, чем вот этот заезжий аттестовый эксперт, потому что это люди, которые десятки лет работали здесь, с иркутским материалом, прекрасно знают историю, культуру, множество фактов. Они пишут свои замечания, указывая на то, что составленный акт государственной экспертизы составлен с огромными нарушениями закона, не выполнены требования научной обоснованности, объективности, законности, не выполнены требования достоверности. Все это автоматически должно приводить к тому, что служба отказывается от рассмотрения этого акта, он не соответствует требованиям 73-го процесса. но, несмотря на это, служба составляет сводку предложений, пишет, они все учтены, хотя этого не происходит по факту, и принимает решение, подтверждающее заключение неквалифицированное и некачественно выполненное заключение аттестованного эксперта по нецелесообразности введения этого здания в государственную рецепту. После чего здание тут же уничтожается. Я указывал в открытом письме на имя губернатора Иркутской области об этом факте и об этой процедуре, об этой практике поточного конвейерного выведения объектов историко-гультовного наследия с приставным выявлением, который сложился и функционирует в последние годы в Иркутской области. Около 30% по приблизительным данным, потому что у нас нет таких точных сведений, но выведенных объектов за последние годы выведены из этого списка и уничтожены. По данным службы за последние 10 лет 600 объектов выведены и уничтожены, а введено в год всего 5-6. То есть в 20 раз больше уничтожается, чем приобретает статус и сохраняется. Я просил губернатора в своем открытом письме обратить внимание на этот процесс, поскольку это прямая зона его губернатора как государственного лица, как лица выражающего государственного зона ответственности. Я не настаивал на снятии должности руководителя службы как лица, который подписывает документы на уничтожение и не настаивал. Я не настаивал на санации сотрудников службы как лиц готовящих документов и не настаивал. Объясню почему. Иркутск, хотя и столица восточной Сибири, но городок небольшой и поэтому тайны двора долго не удерживаются. Они становятся известными тут же, тем более, когда внимание общественности к тому или иному вопросу приковано. И поэтому, если руководитель службы не подписывает решение о выводе, а потом его вызывают в серый дом, а потом он возвращается и подписывает, это значит, что источник принятия решений лежит не в службе, а в тех органах, которые на самом деле должны контролировать ее деятельность. Вот об этом, собственно говоря, я и писал Сергею Георгиевичу с просьбой навести порядок в этом деле. И то, что прошел год, и ничего не принято следить за том, что те лица, те сотрудники администрации области, которым Сергей Георгиевич поручил решить этот вопрос, а я не сомневаюсь, что он не мог проигнорировать это столь важный для столицы Восточной Сибири вопрос, и не поручить разобраться в нем. То, что до сих пор вопрос этот не решен, и служба по-прежнему продолжает выводить память. Вот последний случай, вокруг которого общественность просто бурлит. Это исключение из списка объекта, очень известного объекта. Дома рассушена на бульваре Гагарина, бульвар Гагарина 32А, который составляет вместе с другими зданиями культурно-историческое окружение резиденции генерал-губернатора. Так вот, то, что это положение до сих пор не выпрямлено, свидетельствует с моей точки зрения либо о халатности сотрудников администрации, либо о целенаправленном нежелании что-либо менять, либо о какой-то прямой заинтересованности в этом положении идем. Сегодня в два часа в Союзе Архитекторов правление Иркутской Организации Союза Архитекторов в лице ее председателя Козака Игоря Владимировича, Иркутская региональная организация ВААФИК в лице ее председателя Чаркирова Алексея Константиновича, общественная организация Наследие в лице ее лидера Дмитрия Разумова и общественная палата в моем лице мы собираем пресс-конференцию, в котором вновь обратимся к губернатору Иркутской области Сергею Георгиевичу Рябченко с просьбой пристальное внимание обратить на этот вопрос и откроем фактически общественное голосование. В прошлый раз письмо подписывал я один, как председатель комиссии городская среда общественной палаты города Иркутска как председатель Совета прислужбы по охране объекта истории культуры на среде Иркутской области, то сейчас мы обратимся к иркутянам с просьбой высказать по этому поводу свое мнение и свою позицию. Спасибо. Григорьевич На самом деле вчера с гостями мы прогулялись до дома рассушенной и вот этот вопиющий факт действительно вывод очередного на фоне достаточно активной работы нашей экспертной комиссии и реакции общественности несмотря на это процесс происходит я сейчас передам советую слову Фоменко Андрею Александровичу первому заместителю руководителя службы по охране объектов культурного наследия очень попрошу тоже быть кратким но перед этим небольшой комментарий просит Дмитрий Александрович я не понимаю Я просто хотел спросить во-первых в соответствии законодательстве федерального и регионального общественного палата фирмы контролирующего общественного контроля прокуратуры не обращались чтобы править действия службы на предмет появления законности решения если вы говорите что происходят такие момент у нас есть надзорные органы четкие которые обязаны проверить и расставить точки если есть местные не работают значит вы же столешие Денис Александрович как вы думаете обращался или нет я думаю что обращался конечно обращался и все подробно обращался последнее письмо я получил очень оперативно все работают оперативно никаких претензий формального регламента людей они не ответили что письмо переправлено в правительство Иркутской области потому что не касается их юрисдикции я тот же вечер написал что уважаемые господа я не согласен с таким решением поскольку проверка деятельности государственных органов на соответствие законодательству это ваша прямая обязанность смотрите положение прокуратуре сделал ссылку на соответствующий пункт и убедительно просил их рассмотреть по существу а не переправлять это в аппарат правительства с просьбой там найти лиц чьи конкретные права ущемлены а кроме этого я попросил чтобы все-таки это письмо было доведено до прокурора Иркутской области потому что оно во-первых было адресовано ему а во-вторых мне ответил исполняющий обязанности руководителя дела а я указал на то что вот слишком короткое заворачивание письма оно не дошло до верха потому что в противном случае там была бы резолюция прокурора в генеральную прокуратуру я планирую обращаться и может быть даже и выше и в конституционный суд и лично Владимира Владимировича потому что все то что происходит на местах противоречит той политике которая озвучивается на самых высоких уровнях государственной власти мы знаем этот механизм разрыва при передаче решений мы знаем функцию подзаконных актов которые принимаются на местах и начинают искажать и даже